Вячеслав Валентинович, самое, наверное, первое, важное, это то, что с момента последней нашей беседы появился все-таки новый руководитель Николаевской областной государственной администрации, Алексей Юрьевич Савченко. И первый вопрос, это что изменилось в вашей работе, в работе всей структуры, потому что до этого был очень напряженный режим и график у вас, пока вы были единственным фактически руководителем. Что изменилось и, может быть, ваше впечатление о новом руководителе? Ну, как правило, такой же вопрос задают другие журналисты. Стало ли у вас меньше работы? Скажу откровенно, работы у меня меньше не стало, потому что исполнителей не добавилось, а объем задач вырос и вырос очень существенно. Причем задачи такие ставятся достаточно серьезные и глобальные. Уже прошел конкурс на одного зама, поэтому я надеюсь, что в течение недели, может быть, двух у меня уже наконец-то появится коллега, с которым мы как-то разделим нашу работу. Поэтому скажу откровенно, что задач стало больше, работы стало больше. Но если меня спросить, стало ли мне легче, то я вам скажу, что да, мне стало легче. Потому что если брать то время, когда вы говорите, когда я руководил здесь один, то объем работы — это один вопрос. Но и сейчас мы работаем и до 10, и до 12 часов, а когда запускали отопительный сезон, то и до 2 часов. Но это не основная тяжесть. Основная тяжесть — это все-таки ответственность. Это время ответственности. Потому что что бы ни происходило в области, ты за все отвечаешь. Какой-то негодяй в Кривом озере, который не знает цену человеческой жизни, убил человека — отвечаешь ты. Какой-то безответственный подонок, который сбил ночью четырехдорожником в пьяном виде — отвечаешь, все равно ты. Кто-то решил на советской покрасоваться, да, мажоры. Опять же отвечаешь ты. И сейчас эта ответственность, она не то, что разделилась. В общем, там практически все основное ответственное взял на себя Савченко. И с этой точки зрения, скажу откровенно, мне стало существенно легче. Плюс с его приходом очень существенно, но несравнимо снизился уровень политиканства. Потому что та раскачка ситуации, то политиканство, которое было несколько месяцев до его прихода, оно достигло уже просто неимоверного уровня. И забирало, скажу откровенно, очень много сил. Один из основных вопросов, в принципе, и на центральных каналах ток-шоу, и на заседаниях правительства, это субсидии, которые помогают оплачивать жилищно-коммунальные услуги, ну, в основном, наименее социально защищенным нашим слоям общества. Насколько это актуально для Николаевщины, может быть, хотя бы в общих чертах, сколько людей этим пользуются, и, в принципе, насколько это необходимо. Могут ли быть какие-то изменения в этой схеме? Ну, субсидии на сегодняшний день – это один из самых важных вопросов в государстве. Я скажу, что в прошлое селекторное совещание с премьером вопрос был только один – начисление субсидий. На самом деле это редко бывает, потому что даже на достаточно узкопрофильных совещаниях всё равно ряд вопросов. Здесь подчеркну ещё раз – вопрос был один – субсидии. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что альтернативы переходу на рыночные цены предприятиям, которые надают коммунальные услуги, нет. Потому что основная причина, почему они у нас пришли в упадок, многие доведены до банкротства, заключается как раз в том, что они поставляли свои услуги по цене ниже, чем их себестоимость. Ни одно предприятие в мире так работать никогда не сможет. И постоянное датирование, в том числе и местными советами, оно рано или поздно заканчивается. Поэтому альтернативы перехода на рыночные цены у нас нет. Но с другой стороны, у нас, к сожалению, большая часть нашего населения, для них эти тарифы просто не посильны. Поэтому государство это очень хорошо понимает. И любой человек, который не имеет доходов, чтобы оплачивать коммунальные услуги, он может пойти оформить субсидию. И, как заявил Гройсман, и по нынешним тарифам я вижу, что люди, получающие субсидии, больше, чем в прошлом году, за коммунальные услуги платить не будут. Просто надо пойти и их оформить. А здесь, к сожалению, часть людей пока по карману сильно ударит, не спешила этого делать. Хотя сейчас увидят платежки, и я думаю, что в этом плане они активизируются. А второе, есть опять же здесь очень большой уровень политиканства. И те политические силы, которые постоянно раскачивают ситуацию, как в стране, так и в области, они кормят население определенными мифами, страшилками, что это все придется потом отдавать, что вам там не будут начислять пенсию, или вам там не дадут кредит, или наоборот, вы не сможете забрать депозит. То есть масса страшилок. И сейчас одна из наших основных задач в этом направлении, первое, это все-таки создать инфраструктуру для того, чтобы та масса людей, которая сейчас пойдет оформлять субсидии, чтобы это все заявки успели прорабатывать. Для того, чтобы справиться со всем тем валом заявок, которые сейчас поступают, во-первых, по области открыто 42 дополнительных пункта приема граждан. Сами соцслужбы, часть своих работников, которые занимались другой работой, переориентировали также на это направление. И второе, что сейчас мы проводим, это такую очень масштабную разъяснительную работу. Соцработники идут по дворам, разъясняют, как поформлять субсидии, стараются ответить на все вопросы, развеять все эти мифы. Идет социальная реклама через телевидение, мы доносим эту информацию через прессу. То есть наша задача донести людей то, что им надо просто прийти, если ты не способен, если твои доходы не позволяют тебе платить коммунальные услуги, ты можешь прийти и оформить субсидию. Наши предприятия коммунальные никогда не начнут работать нормально, покуда не будет рыночных цен. Ну, нигде в мире так не бывает. Тоже на слуху. И, в принципе, на государственном уровне это считается, естественно, одним из приоритетов. Это объединение местных громад, общин. Сейчас готовятся выборы уже в некоторых из них, которые сформировались на Николаевщине. Немножко подробнее об этом, о скольке идет речь, и, в принципе, насколько это важный процесс, можно ли сказать, что у нас тоже ему особое внимание определяется. На сегодняшний день у нас на выборы идет 19 объединенных территориальных общин. Выборы состоятся 8 и 12 декабря. Мы провели у себя в облгосадминистрации совещание, на которое пригласили всех представителей этих общин, пригласили лекторов, пригласили представителей ТВК, чтобы они дали полностью методическую помощь касательно того, как это делать. Естественно, почему эти выборы долгое время не назначались, потому что не были предусмотрены под это соответствующие деньги, но эти деньги были выделены, и на данный момент эта субвенция поступила в областной бюджет, поэтому деньги на выборы есть, и выборы будут проведены. Насколько это важный процесс формирования вот таких объединенных общин, и людей все-таки еще приходится убеждать? Людей приходится убеждать, но насколько важный процесс? Процесс очень важный. Мы приняли о том, что мы будем строить трехуровневую систему, регион, район, община, и назад пути уже нет. Польская модель, в принципе? Польская модель, да, польская модель. Не так давно наконец-то решены главные кадровые вопросы в городском совете, появились заместители у мэра, появился секретарь городского совета. Все-таки и вам, и вашим коллегам, естественно, приходится общаться с городской властью, городские и областные проблемы только совместно можно в сотрудничестве решать. Как вы считаете, будет ли теперь легче и будет ли более эффективное сотрудничество? Я уверен, что будет легче, я уверен, что будет более эффективное сотрудничество, поскольку, я вам скажу, для полумиллионного города практически год жить без секретаря горсовета, это очень большая проблема, потому что не принимаются городские программы, и очень многие важные для наших горожан программы стоят либо на паузе, либо просто вообще не развиваются. В данный момент я уверен, что будет толчок, и, в общем-то, активизация работы в городе видна уже сегодня. Вы знаете, мне очень импонирует в новом губернаторе та позиция, которую он не раз озвучивал, что мы все власть, и мы все несем солидарную ответственность. Горожанам все равно конфликт между депутатами и мэром, либо между депутатами областной государственной администрации, им не важно, кто виноват, им важны результаты работы. И Савченко на этот счет сказал, мы все власть, и мы все отвечаем за то, что происходит в нашем городе и в этой области. И, в принципе, я вижу, что он занял позицию по консолидации политических сил и сосредоточению их на конкретной работе, а не на политиканстве. Еще один вопрос, которого мы касались в прошлый раз, пару месяцев назад, правда, это было все еще актуален, это ситуация на заводе имени 41-го коммунара. За это время там сменился руководитель, пока еще, наверное, сложно делать выводы, но, тем не менее, как вы считаете, каковы перспективы, может быть, что-то можете сказать о новом руководстве? Ну, говорить пока что что-то о новом руководстве очень сложно, потому что ему надо показать для начала работу, да и, в общем-то, главное, чтобы на завод пришли заказы. Но уже сама смена руководителя в данном случае это, я считаю, достаточно положительный шаг, потому что к предыдущему руководителю было очень много вопросов, как у облгосадминистрации, и, что самое важное, у самого коллектива, у профсоюзов. Мало того, этот руководитель, скажем так, испортил отношения со всеми контрагентами, с которыми он должен был работать. Он вошел в конфликт с обл.энерго, и вы знаете, насколько я в конфликтах всегда стараюсь занимать, не стараюсь, я должен занимать нейтральную позицию, позицию справедливости, но я все-таки стараюсь, чтобы не дать нашим монополистам где-то диктовать свои условия. В данном случае, когда я выслушал мнение обл.энерго, я с ним вполне согласился, была договоренность о том, что вы оплачиваете наперед объем энергии, электроэнергии, выбираете этот объем, платите, идете дальше. Завод дал какие-то деньги, как всегда выбрал электроэнергию наперед, чем опять еще больше увеличил долг. И после того, как предприятие обл.энерго заявило о том, что мы вам отрезаем свет, вместо того, чтобы вести хозяйственный спор, они начали кидаться всякими громкими фразами, мол, мы военный завод, это сепаратизм, но с другой стороны, есть хозяйственные отношения. Какой бы ты ни был завод, ну не можешь ты не платить за электричество. Это товар, за который предприятие платит на энергорынке, и вам продает, но не может само в долг залезать. Если говорить о новом руководителе, он приходил с представителем Укроборонпрома в первый же день своего назначения, мы познакомились, я послушал их планы, опять же, эти планы подтвердил представитель Укроборонпрома. В продолжение этого разговора ко мне, опять же, приезжал, по-моему, директор КБ завода имени Морозова, это тот, который сконструировал танки «Оплот». Они хотят разместить на заводе очень большой заказ на корпуса БТРов. Завод показал, что эти корпуса он может делать, и может делать очень качественно. Но вопрос стоял, опять же, в том, что нет электроэнергии, как работать. Поэтому приезжал ко мне представитель КБ как заказчик, был у меня директор завода, и приглашал я руководителя «Оплэнерго». И, в общем-то, мы пришли к соглашению джентльменству о том, что когда у нас будет понимание, что есть заказ, мы приходим к той же схеме, по которой было договорено с предыдущим директором, что вы оплачиваете некую сумму электроэнергии, наберет, выбираете, оплачиваете заново. Есть при условии, что предприятие получает прибыль, и при условии, что электроэнергия заложена в себестоимость, то я считаю, что это абсолютно нормальный процесс. Поэтому пока идет там переговорная процедура, я надеюсь, что этот заказ все-таки будет, и завод хоть на 20-30% запустит свою работу. В очередной раз приехали те, кого называют потенциальными инвесторами. Наш Николаевский аэропорт. Предприятие уже не один год в очень тяжелой ситуации, много там проблем и с организацией работы, и с восстановлением сертификатов. Что вы думаете по перспективам, как можно решить проблемы аэропорта, ну и по инвесторам потенциальным, которые туда наведываются? Вы знаете, был один вариант. Первый вариант, который был, это передать аэропорт в собственность города, и депутаты проголосовали за разрешение на передачу, депутаты городского совета проголосовали за разрешение на прием в собственность, но на этом процедура, в общем-то, остановилась, потому что начались, скажем так, предложения инвесторов. Часть депутатов областного совета сказала, что все-таки аэропорт надо оставить в областной собственности и искать инвестора. Я вам скажу, что город со своим ресурсом мог бы запустить аэропорт, но это была бы вот та работа, где летает один-два самолета куда-нибудь там в Турцию или еще куда-то. Масштабно запустить, чтобы сделать здесь грузовой терминал, грузовой хаб. Но на это нужны достаточно серьезные деньги, и я думаю, что на это город финансовым ресурсом не обладает. Поэтому альтернативы поиску инвестора, вопрос, мы это будем искать или будет искать город, нет. Хотя на данный момент губернатор озвучил о том, что он работает в этом направлении, и у него уже есть определенные наработки. Но то, что произошло в аэропорту на днях с приездом, для меня это как минимум странно. Причем эта странность, она имеет уже некоторую историю во времени, потому что еще когда в апреле месяце этого года я проводил открытое совещание по работе наших коммунальных предприятий, на котором, кстати, присутствовали и интернет-издания, и печатная пресса, и телевидение, когда поднялся вопрос работы аэропорта, это, естественно, очень острый вопрос, поднялся депутат Ивануна и сказал, я не помню дословно фразу, но смысл такой, что уже ничего делать не надо, мы уже все решили. Завтра приезжает инвестор, с которым мы подписываем меморандум. Инвестор это хорошо, но сам подход меня не то что удивил, он меня очень сильно возмутил. Мало того, рядом со мной сидел Григорий Владимирович Ташлык, это руководитель профильной депутатской комиссии. Его это возмутило не меньше. Я задал вопрос. Инвестор это очень хорошо. И тем не менее, как так происходит, что я как профильный зам губернатора и представитель органа управления, и рядом руководитель профильной депутатской комиссии, и представитель собственника ничего об этом не знают. Что это за кулуарщина? Люди, если приезжают, они должны приезжать, они должны общаться с первыми лицами. И через время мы опять, ситуация повторяется с точностью. Опять приезжает инвестор, опять там депутат Ивануна, по моей информации, там нет ни руководства облсовета, там нет руководства облгосадминистрации. У меня вопрос, а с кем инвестор общался вообще? Мало того, я знаю, что депутаты областного совета, до меня уже доходит информация, тоже этим фактом очень сильно возмущены. И раздаются вопросы. А вообще, насколько в пределах своих полномочий действовал тот же директор аэропорта? Как можно приглашать инвестора и обсуждать вопросы фактически передачи контроля над аэропортом третьим лицам, не выслушав ни мнение собственника, ни мнение органов, в управлении которого находится аэропорт. Поэтому я думаю, что эта история будет, наверное, иметь еще свое негативное продолжение. Если говорить вообще о перспективах аэропорта, может, есть какие-то более конкретные предложения? Перспектива, перспектива, это все-таки поиск инвестора. В идеале, в идеале действительно выстроить работу так, чтобы этих инвесторов было несколько, и провести между ними открытый конкурс. Тогда мы получим максимально выгодные для себя условия. Хотя, естественно, если инвесторов много нет, то, наверное, можно согласиться и на одного. Но это должен быть реальный инвестор, который приходит и который для себя, как минимум, понимает, с кем надо вести переговоры. Спасибо.